Сегодня Иркутская Сибскана, клуб Саяны и Забакана. Сегодня такая довольно тёплая погода, примерно градусов 6 ниже нуля. Тихо, так что, может быть, лёд несколько мягковат, но я думаю, что всё благоприятствует хорошей игре. Но сейчас, по моим оценкам, на стадионе примерно 1013-14. Но сегодня рабочий день, я думаю, что постепенно трибуны дополняются. То, что вот из комментаторской видно, как ещё сюда, на стадион, идут болельщики. На ваших экранах Сибскана. Вот Алексей Баженов, Сергей Речкин. Как раз команды построили здесь, перед началом встречи. И сейчас арбитры дадут свисток на начало матча. А сегодня встречу обслуживают Алексей Маследних Мачи в декабре. Или, точнее сказать, уже в этом уходящем 98-м году. ...таблицы, а наши гости 11-ю последнюю в Восточном дивизионе. Но, тем не менее, всегда Суздалев. А сейчас вратарь гостей. Вот, вот Ахрисаненко. По сути дела, это была первая голевая ситуация, когда Сибскана могла открыть расчёт в этом матче. Если я не ошибаюсь, это Александр Шишкин был на острие атаки. С дальней позиции в сторону ворот. Я считаю, у гостей есть неплохой шанс для контратаки. Пока вот эта тактика довольно опасна. Смотрим за этой ситуацией. Вот такой кистевой бросок. И мяч оказался в воротах Сибсканы. Довольно неожиданное начало. Образовался разрыв между обороной и полузащитой. И один нападающий гостей обыграл двух защитников и вратаря. Смотрим по втору. Вот смотрите, хорошо видно. И в дальний угол, мимо Алексея Бажену, 1-0. Саяны вышли вперёд. Идёт примерно седьмая минута первой половины встречи. Эпизодом довольно опасно. А вот здесь нарушение правил, где оно произошло. А вот Юркутского стадиона Труб. Итак, Вилкин Савин. Ну что ж, сильнейший был удар. А в небе салют. И счёт в этом матче становится ничем. 1-1. Не случайно, вот я уже второй раз вспоминаю матч прошлого сезона, когда именно Валерий Савин решил исход встречи в пользу Сипсканы. Видите, как всё повторяется. Итак, 1-1 Сипскана-Саяны. Но пока мяч в центре, я всё же вернусь к прогнозам. Билла на табло. А возникла фамилия Романа Разумова. Но я думаю, мы уточним этот эпизод. Разумов с пенальти забил четвёртый мяч. Атака Сипсканы. И вот сейчас, видимо, этот перерыв Александр восстановился. А вот вы смотрите его проход обыграл одного хоккеиста, второго и вратаря гостей. Многоопытный Игорь Лапуфель ничто не смог. Но мне кажется, хоть и было нарушение правил, здесь несколько мяч было. Вдоль ворог можно бить, нет, в последний момент выбили мяч. Атака Сипсканы. Могла быть хорошая передача. Борьба продолжается за мяч. Играть можно, будет не утром. Но здесь явное нарушение правил. Маркела был рядом. А пас в центр. Гости отбивают мяч подальше от ворота. Сейчас будет, я думал, будет всё-таки попытка нанести удар по воротам, но довольно далеко. Ну, не знаю, у нас кон против него два защитника. Сейчас будет прострел вдоль ворот. Но, наверное, прострел никто не откликнулся, кроме гостей. Игрового времени провела в первой половине встречи в численном большинстве. Но пока на таблуках сейчас будет прострел. Вот была попытка завладеть мячом на неплохая передача. Прострел вдоль ворот. Но я не скажу, что гости применяют групповой метод отбора мяча. Просто хоккеиста, владеющего мячом, сразу несколько бросается. Можно бить. Гол! По-моему, это Евгений Рахтин. Сейчас мы посмотрим на повторе. Вот смотрим повтор. Хорошая передача Савина на Ирахтина. И Рахтин делает счет 3-1. Ну, здесь, конечно, по три четверти. Подача. Мяч остановлен. Сейчас будет прострел сюда, поближе к воротам. Но мяч от Скаги это. Кромки поля. Виктор Захаров. Будет ли гол? Гол! Здорово! Здесь, на самом пятачке, наши хоккеисты быстро разобрались в этой ситуации. Четвертый гол в воротах наших соперников. Ну, если я не ошибаюсь, это Сергей Добышев отправил четвертый мяч. Четвертый гол в ворота клуба Саяны за бокам. Ну, что ж, неплохое начало. Ну, выедели повтор этого эпизода. Ай-яй-яй-яй, немножко не получилось, чуть-чуть не получилось. Атака Сипскана, но здесь нарушение правил. Правда, далеко до радиуса будет удаление. Это вне всякого. Александр Шишкин, Василий Никитин. Нет, да, завершили глить, неплохо. Хорошая атака Сипскана, но здесь была потеря, мяча несколько неоправданная. Не получилось в уши. Мяч остался у наших хоккеистов, поэтому игра продолжается. Мяч разыгран, немножко не получилось. Очень хорошая передача, можно играть в выход один на один, нужно забивать гол. Ну, что ж, была классная передача, все остальное, как говорится, дело техники. Валерий Савин доводен счет до 5-1. Вот смотрим повтор этого эпизода. Ну что ж, здорово сыграно. А тем временем, пока мы смотрели повторы, атаки Сипсканы продолжаются. Быстрее вот сейчас отбили мяч. Вновь Савину ведем удар под острым углом, точнее, получится у Сипсканы. Неплохой аж нападающий. Нет, не получи. Подача, удар. Еще раз. Такие стеси Сипсканы выполнят. Что же получится на сей раз. Нужно бить разумом. Повторный был удар, сильный удар. Мяч попал в защитника наших гостей. Мяч в воротах. Ну, по-моему, это Михаил Бральгин был. 6-1. Сейчас посмотрим повтор этого эпизода. Ну, очень уж острый угол был. Да, Михаил Бральгин. Здорово сыграно. Итак, 6-1. Ну что ж, посмотрим, удерживается ли прогноз. Пока все идет, как говорится, по расписанию. Я напомню, телезрительный мяч. Может быть, выход один на один. Передача. Не получилось. Но Валерий Савин здесь продемонстрировал технику владения мячом. Остался в игре. Передача. Мы надеялись, что одна мячья. Атака Сипсканы. А вот замкнуть передачу не получилось. Здесь, конечно, были хоккеисты, которые были готовы направить мяч в ворота. Но гости в последний момент отбили мяч. Но вот повтор той же ситуации. То есть один, к радости болельщиков, атакует. Вот нужно забивать. Но здесь просто спортивное счастье на стороне. Вот неплохо может получиться. Нет, буквально... Но я думаю, что сейчас наши хоккеисты, как говорится... Направляются к выходу. Не знаю, будет сегодня салют или не будет. После забитых мячей такой робкий салют был. Но я думаю, что... Подача. Пропуск нужно бить. Игорь Лопухин пытался отбить град Угларов, но седьмой мяч в воротах. Саян. Так что ошибаются и прогнозисты. О7-1. Вот вы видите, была попытка отбить повторный удар. Не получилось. Итак, О7-1. Уверенная победа наших хоккеистов. Ну вот, выход один в один. Можно играть. О8-1. Михаил Брайдин. Может, дело, как говорится, дошло до разгрома. Предыдущий мяч седьмой забил Игорь Голгунтов. Это была 88-я минута. И, думаю, 89-е, не 90-е. Брайдин. Итак, О8-1. Смотрим повтор. И вот финальный свисток. О8-1. Уверенная победа наших хоккеистов. Но сейчас в небе небольшой, правда, салют. хоккеисты в центре поля благодарят друг друга за игру. Ну а потом, я не знаю, если хватит у нас времени показать, как Сибскана будет приветствовать болельщиков тех, что поддерживают нашу команду здесь, на стадионе. Повторяю, наш стадион по-прежнему самый посещаемый в России. Итак, на этом мы завершаем наш репортаж. Его вел Владимир Хомутов, режиссер показа Ольга Лакина, ведущий оператор Юрий Андреевичук. И вот круг почета Сибсканы. Ну что ж, на этом мы завершаем повторяющий репортаж. Всего вам доброго. До встречи на матче с красноярским Енисеем.